Первый тайм начали скромно. Видно, было сковано из движения. Не знаю, наверное, ребята перегорели. Никаких оснований для этого не было. И настроение было у ребят хорошее, и состояние, я считаю, тоже нормально. Но игры плей-офф, это, конечно, и особенно на выезде, это немножко другие игры. Не то, что в круговом чемпионате. Поэтому, естественно, что много молодежи у нас, и опыта не хватает. Во втором тайме вышли, не получилось у нас забить первыми. Если бы забили, может быть, нам бы полегче было. Но пропустили. Естественно, что уже Хабаровск где-то сыграл от обороны. Больше, чем на контр-атаках. 1-1, завтра еще одна игра. По большому счету и добавить нечего. В первом тайме было достаточно много хороших долевых моментов созданных. Если бы, я думаю, что реализовали хотя бы половину, на второй тайм, конечно, выходили бы, скажем так. По-другому, да. Пришлось сегодня достаточно много поработать в обороне и в атаке переход с улицы. Тяжело в этом им сегодня дался, честно говоря. Перелет, конечно. Путешествовали, путешествовали, две недели и вернулись. И опять начал. Да, конечно. Хорошо, что... Хоть что-то забили из того, что было. Я только хватил, но и не хватил. Сил хватит на завтра у команды? Ну, то есть, осталось несколько... Ну, у нас неравные несколько условия. Я уже пару слов об этом сказал, да. То, что для нас вообще сумасшедший выезд такого, наверное... Ну, я вот не так много здесь, в Хабаровске, работаю. Но это что-то с чем-то. Мы сыграли с Ипсельмашем, да, вечером. На следующее утро, рано утром, полетели в Ульяновск. Мы добирались туда 24 часа. Естественно, что мы на матч вышли. Мы просто стояли. Так не бывает, чтобы вообще никто не играл. Просто ни мяч не держался. Вообще ничего. Вот такая же ситуация. Потом прилетели в Кемерово. Еще один ночной перелет. Опять мы приходим в себя. И опять стоим. То есть во многом именно этим и объясняется поражение в Кемерово. С таким счетом. И этим тоже. Но там есть еще другие моменты. Я не буду сейчас об этом говорить. Конечно, тяжело. Просто тяжело. Кузбасс прилетел на матч. Они дома готовились. Они пропустили два тура. Мы играли три последних тура. А они, получается, сыграли в Иркутске. Вернулись домой. Отдохнули. Тур пропустили. Потом сыграли в Новосибирске. Еще тур. А мы вот эти все матчи играли. Причем не просто играли. Мы еще переезжали с города в город. Вот от 24 часов путешествия. До 8, допустим. Вот такие. Представляете? То есть надо восстанавливаться. А у нас не получается. Потому что мы в дороге. Мы все время в дороге. У нас нет возможности летать чашлером. Забираемся везде. Каждый матч через два на третий день. Вот, считайте, мы с 20-го числа играем в таком режиме. Одинаковые условия? Не очень. Вообще не... Они абсолютно... В КХЛ мы берем, пытаемся что-то с КХЛ хорошее взять. Вот в КХЛ команда, которая в Дальневосточную, они прилетают на четыре дня отдыхают. Четыре дня. Точно так же, когда они на выезде. Четыре дня. Они в день спят, останавливаются, передаются к матчу, играют. Серию матча играют. А мы летаем.